Добрый день, ребята, меня зовут Виталий Андреевич, фамилия Черный и я сотрудник Одесского государственного университета кафедра эпизотологии и паразитологии. Мы сегодня, можно сказать, что продолжаем наш первый урок и в более развернутой форме посмотрим то, из чего состоит вообще дисциплина паразитология. Ее, наверное, основной информационной нагрузкой – это гельминтология, то есть это более 50% информации в паразитологии. И если уже говорить про гельминтологию, то следует отметить, что специфика какая-то – учение о паразитических червях. Какая-то конкретная специальность не изучает ее полностью. То есть в гельминтологии есть несколько. Есть медицинская, аграрная, агрономы изучают, и ветеринарная. Все они друг с другом не общаются, и методики для них могут быть в принципе уникальными или новыми. Что касается ветеринарной гельминтологии, то как наука, она сформировалась самостоятельно ближе к концу 19 века. А вообще считается с древнейшей прикладной биологической наукой. Как такое может быть, такой вот диссонанс, ну вот, может, и разберемся. Вот вторая часть вопроса – это антропозонозы. Слово, возможно, для вас новое. Я думаю, что по ходу, когда мы дойдем, вы будете уже яснее понимать. Это слово, повторюсь, ввел в терминологию гиппократ. Он был ярким исследователем человеческого тела и находил вот этих паразитов в других органах. Описывал. А вообще человечество у червей известно из глубочайшей древности. Если уже исторически брать, то есть находки, которые датируются 6 веком до нашей эры и с изображением червей. Они не все есть паразиты. Большинство из них – свободно живущие вольные организмы. Некоторые из них могут вести хищный образ жизни. Ну и лишь скромная часть является паразитами. Вот то, что изучает, в принципе, гельминтология. Заболевания, которые вызывают гельминтами, тоже были известны человечеству с глубочайшей древности. По большому счету, они такие же старые, как, наверное, и сам человеческий род. Вот. Ну, люди без червей жить бы не могли. Вообще биоциноз бы не смог бы существовать. И не зря они в архитектуре оставляют памятники этого, то, что есть сейчас в мире. Памятники червям. Медицинская пиявка. По всему миру есть эти артефакты. История. Очень важный элемент, почему наука считается новой или относительно новой. Вообще работы были проведены еще до нашей эры. Продолжали работу Гиппократа Платон и его ученик Аристотель. Все они не были паразитологами или гельминтологами в какой-либо мере. То есть, исследования для них носили вот сейчас случайный или вторичный характер. Более того, прямыми гельминтологами, такими уже полноценными, они стали появляться уже в 20 веке. Значит, вот одни из основателей этой научной дисциплины. Значит, Рудольфи конкретно занимался анатомической работой. Еще в молодости наблюдал в Европе тысячи заболевших животных. Все это в комплексе изучал. Медицина, зоология, ботаника. И начал систематизировать гельминтов. Начал замечать какие-то закономерности. То есть, и вот считается родоначальником гельминтологии. Музей, который в Берлине был освоен, сейчас переименован под музей естествознания, тоже, значит, это работы этого ученого. Петр Симон Палас. Вот немецкий ученый, который, значит, много, большую часть своей жизни, наверное, посвятил экспедициям. И в них вот он имел возможность столкнуться с представителями разными флорой и фауной. И по большому счету вот он в компании с единомышленниками, художниками, ну и там чучельниками, собственно, путешествовал по, ну, сейчас эти гиблые места, в принципе, но геройские, значит, повел себя, значит, был травмирован. Вот, значит, и все это выразил в своем труде, который долгое, очень долгое время считался основным. Значит, тоже выполнял первые экспериментальные работы по биологии гельминтов, тогда это было абсолютно новое. Тоже был связан с анатомией, был хирургом и имел возможность вот визуализировать их непосредственно в процессе своей практической деятельности. Этот профессиональный гельминтолог, ну, можно сказать, отец вообще вот этой гельминтологии в общем. То есть он имеет мировую известность, Константин Иванович Склявин, прожил достаточно долгую продуктивную жизнь. Значит, он построил школу гельминтологов, значит, в стране, воспитал огромное количество ученых, только 103 доктора наук. Это не только ветеринарные врачи, это и медицинские, и биологи. Более 250 кандидатов, значит, огромное количество работ, колоссальный труд. То есть сказать, сравни сейчас это, ну, я не знаю, кто сейчас работает в таком вот режиме. За свою монографию по трематодозам, где он написал все виды, в 24 том он получил премию, значит, достаточно много. Ну, то есть разработал учения про девастацию, это тоже интересно. То есть уничтожение всех форм живых существ на всех стадиях. Если мы боремся вот с комарами, например, убиваем, вот имага, то вот грамотно по гельминтологическим представлениям уничтожать не только имага, но и вообще все формы. И биотопы, в которых могут находиться, то есть это вообще серьезная вещь и делается вот в комплексе с рядом профессиональных работников, не только в медицинской или гуманитарной службе. Значит, какие находки существуют и вообще есть? Ну, понятно, что все гельминты будут в своих хозяевах. И вот чем лучше сохранится хозяин, тем лучше вот сохранится или может сохраниться вот паразитарная форма. Ну, вот археологи работают и находят в почках мумий, непоследних людей в Египте, значит, до нашей эры яйца вот шизостомоза. Это заболевание и сейчас там распространено. Вот, очень опасно, есть и на Дальнем Востоке, встречаются. Значит, тоже исследователи, так называемые болотные тела, очень неплохо сохраняются в торфяных породах и можно, значит, их исследовать. Тоже находятся яйца аскорит и волосоглавов. Ну, подтверждается та вот, собственно, та теория того, что паразитарные заболевания чуть-чуть моложе, чем вообще сама жизнь на планете. Какие есть особенности? Я вам говорил в общем про червей, их уизвестно более полумиллиона видов. Описано всего 24 тысячи, то есть, если вы мечтаете стать, значит, исследователем червяков, то для вас есть огромное поле деятельности. Паразиты, все из них около 15 тысяч видов. Вот, их называют гельминтами, но не всех, то есть, тоже важно понимать. Вот, вообще, черви, червеобразная форма универсальная, то есть, они могут свободно жить и в водных сферах, значит, и в полужидких сферах, значит, заняли практически все среды планеты Земля. Значит, что касается конкретных гельминтозов, то следует учитывать, что они так же само, значит, распространились по организму. И вы можете, значит, вот посмотреть, что они поражают все виды тканей животного организма. Значит, кожа, живут в подкожной клетчатке, живут в сухожилиях, в мышцах, значит, в сердце, в костях даже могут быть возбудители эхинокока, значит, в нервной системе, в органах зрения, вот в жидкой ткани, в крови, ну и вот в органах дыхания, опищительный тракт вместе с железами, то есть, конечно, они в половой системе даже могут тоже находиться гельминты. Что интересно, есть тропизм, то есть, так называемая, ну, скажем так, видовая приспособленность конкретно к своему хозяину. Значит, это связано с особенностями физиологии и биохимии. Не те температуры, не те pH, и, значит, уже развитие может идти не таким образом. Вот в природе каждый вид, конечно, приспособлен к месту своей природной нормальной локализации, и там вот будет развиваться он полноценно. Если он развивается в среде, которая не отвечает вот его природным заложенным требованиям, то он будет развиваться вот по-разному, в том числе, может и вообще не развиться. Вот это антропозоноз, это как раз вот когда люди могут болеть и заражаться от животных. Вот и как раз вот в этот момент человек не является специфическим, может быть, хозяином, поэтому заболевание может протекать у него не в классической форме, а вот, значит, вскрытой, либо в другой. Значит, особенности строения человек образно представляет себе, и мы должны видеть и маленьких, и самых крупных, значит, гельминтов, вот, известные, описаны. Вот, возбудительная феотоза, значит, это триматода, она живет в кишечнике, точечная, 0,5 мм в длину, значит, самые мелкие, самые крупные представители. Вот, со стода у морских млекопитающих, пожалуйста, у кашалота, это, значит, Скрябин проводил исследования, то есть, ездил в Арктику, там, занимался этими, значит, изучал все. Что, до 30 метров в длину, 4,5 см в ширину, ну, размеры хозяина крупные, и вот паразиты соответствующие. Что касается по массе, то, ну, можно сопоставить, вот, среднюю массу крупного рогатого скота и свиней, вот, и, вот, ларвацисты, которых у них, вот, хирургические достают. Вот, 50 кг общая масса, вот, личинок у крупных животных, вот, у свиней до 30 кг, ну, это серьезный пароль даже за предельные какие-то показатели. Это нужно знать для того, чтобы очень образно представлять себе о том, какие они бывают в природе. Вот, немножко красок в сегодняшнюю тему, это, вот, турбилярии, мы их проходим весьма косвенно, из них только некоторые являются паразитами, а так, большинство хищники. Это морские, вот, формы жизни, очень красивые, непривычные черви, скажем так, на первый взгляд. Вот другие представители, значит, червеобразного мира, морские обитатели. Вот это, значит, внизу и слева, это представители колючеголовых, это уже стопроцентные паразиты. Значит, мы их изучаем, сложные постоянные, со сложными биологическими циклами, болеют практически все виды продуктивных животных и птиц. Тоже стопроцентные паразиты, значит, сосальщики, очень крупные, то есть, это говорит о том, что они живут в каких-то крупных органах, возможно, у крупных животных. Ну и вот ленточные черви, вот, обитатели кишечника, либо протоков, тоже являются стопроцентными паразитами, сложными циклами развития. Знакомые вам представители дождевой червь, мы его изучаем, хотя он и является паразитами, в паразитологии его называют резервуарным хозяином. В процессе своей жизни этот организм, значит, питаясь органическими субстратами, просто механически захватывает целый ряд личинок, которые не развиваются в нем, находятся в анеопиотическом состоянии, из расчета, что этот червь потом попадет в организм какого-то хищника. Птицы, всеядные в частности, вот те, у кого этот дождевой червь может принимать участие в биологическом цикле. Вот стопроцентный паразит мы изучаем на первом занятии в паразитологии, это печеночный сосальщик. Вот он таких размеров и такой формы достигает тоже в крупных протоках печени. Вот яркие представители, это крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, ну вот тоже турбилярии, ресничные черви, красивые охотники морского дна. Тоже, значит, червеобразные формы. Значит, сверху, слева это представители стронгилят. Берут своим количеством, как правило, их, значит, тысячи, и находятся они в органах дыхания или в органах пищевательной системы. Есть и другие виды стронгилят, но это основные. Значит, пиявка, очень интересный организм, он может быть и хищником, а может быть и паразитом. Все зависит от того, к кому он присосался. Если присосался к рыбке, то, скорее всего, он ее высосет и будет, значит, хищником. А если к какому-то крупному животному или вот к человеку, например, то он будет считаться паразитом. Те же самые турбилярии, прекраснейшие формы. И вот, интересно, их волосоглавы называют. Тоже стопроцентный паразит, живут они, значит, в толстом отделе кишечника. И теперь первая часть тела длинная и тонкая, значит, трихоз. Трихоцефалис их называют, то есть волосоглавы, по большому счету. Эта часть погружается полностью, значит, в слизистую оболочку кишечника. И вот этот головной конец тела, по большому счету, это насос, по которому, значит, пирозит питается кровью из, значит, уже мышечной оболочки или более глубоких оболочек кишечника. То, что есть, значит, при вскрытии, это вот этот кусочек только видно. Значит, это только половина. Непривычно к экрану прикасаться немного. Значит, вторая часть вопроса – это антропозоонозы. То есть я уже кое-что сказал, я думаю, сейчас вы уже понимаете. Антропоз – человек, зон – животное. Антропозооноз – это вообще суффикс, означающий какой-либо процесс. Чаще всего патологический. И, естественно, нет специалистов, которые бы изучали и людей, и животных, вот так полноценно, как гуманитарные специалисты или ветеринарные работники. Поэтому в случаях возникновения вот этих вот заболеваний они работают вместе. И в этом есть сложности. Потому что специалисты должны быть квалифицированы. По большому счету это все тоже проходит под контролем. Ну и вот особенности антропозоонозов, то есть заразные заболевания, могут быть вот инфекционного характера или инвазионного характера. По большому счету, значит, различаются размерами и тяжестью протеканий. Сложности, про которые я сказал, это то, что работают эпидемиологи и эпизоатологи. Вот и порой они формируют, значит, команду, вот пишут развернутые акты о случившихся событиях. И все это, значит, законодательно, значит, подтверждается. Вот очень важно отмечать, опять же, что в большинстве своем в возникновении антропозоонозов принимает участие человек. Так или иначе, значит, обустраивая свою жизнь, он становится привлекательным для полевых животных. Они начинают стремиться к его жилью. И создается некий очаг, связанный с жизнедеятельностью человека. Особенно, если он занимается какой-то продуктивностью. То есть нужно учитывать, что складирование всякое, концентратов, все это приводит к тому, что там могут завестись, например, крысы или мыши, которые являются природным резервуаром, опять же, целого ряда. Обстоите, какие болезни вообще есть. Значит, это вот антропозоонозы. Не хочу забирать хлеб у инфекционистов, вообще это заразное заболевание. Но болеют молниеносно, и у человека может быть такая форма поражения кожи. А вообще животные высокая смертность. Следят за этим. Сап. Следует сказать, что болеют однокопытные. И в последние годы, конечно, лошадь стала больше отдыхать, чем в свое прошлое время, когда ее использовали для физических нагрузок. Сейчас это больше эстетично для спорта. И САП тоже, соответственно, сам по себе, как заболевание, затих. Очень тяжело протекает, и в большинстве своем заканчивается смертельным исходом. Не так много людей, которые выжили, переболев САПом. Да и тоже серьезный антропозооноз. Бруцеллез. Вообще инвалидность дают, кто переболел бруцеллезом. Значит, поражаются забарьерные органы, суставы. Половая система у мужчин, то есть семенники, переводят к бесплодию. И, значит, вылечиться практически от него невозможно. То есть забарьерные органы плохо проникают лекарственные вещества. Этим и объясняется сложность лечения таких заболеваний. Туберкулез. Значит, если создать условия определенные, то вырастет такой вот замечательный организм. Вот вы знаете про открытую форму. Чаще всего она опасная. То есть туберкула может, в принципе, вырасти где угодно. И в почках, значит, и в кишечнике, пожалуйста, это жемчужница, так называемая, значит, на плевре. Ну и кости могут поражаться. Нервная система, то есть закрытая форма считается. Открытая, это если есть доступ во внешнюю среду. Тоже это не лечится, конечно, это перерождение органов. То есть его лучше предупредить. То есть не создавать условия, где могут возникнуть какие-то качества для развития. Это прежде всего темные, плохо проветриваемые, неосвещаемые помещения. Полгода и вырастет. Через какое-то время все зависит от организма. Может вырасти туберкулез. Бешенство. В последние, что говорить, годы есть тенденция к распространению. На это есть причины. Они связаны вообще с жизнедеятельностью диких животных. Они зимой тоже становятся теплее, перебираются к человеку. Полу голодные, напуганные, бросаются, кусают. И вот есть вполне конкретные факты, что по Одесской области вешенство сейчас распространяется. Ящур. Высококонтагиозное заболевание. Как вы видите, поражает слизистые оболочки. И у человека может болеть, вирусная болезнь. К некрозу приводит определенному. Лептоспироз. Это не лапша, не вина, как кто-то может подумать. Это ультраструктура. Вот лептоспиры. Они живут в почках. Они выделяют гемолитический токсин. То есть идет гемолиз эритроцитов. Вы видите, вот желтизна. Это билирубин непроведенный. Вот кровоизлияние в подкожнику. То же самое кровоизлияние по всему телу. Это то, что видно только на коже. Тоже может закончиться летально. Роль собаки в антропозоонозах. Вообще у нас на факультете этому посвящена отдельная тема. Собака – друг человека. То есть она вошла в контакт с человеком и очень тесно с ним общается. Вот конкретные данные. Одно из первых прирученных живых существ. Занятые во многих сферах человеческой деятельности. Есть собаки служебные, декоративные собаки, бойцовые породы, какие угодно. Они выполняют все функции. И понятно, что человек с ними общается. У меня есть собака. Она вообще-то меня нет. То есть компаньон. Она явушка и нахват за мной идет. Понимаете? То есть я, понятно, с ней общаюсь. Следует также учитывать, что собака связана с внешней средой. Они достаточно чистоплотные животные. Следят за собой. Вы все наблюдали. И вы должны понимать, что микроорганизмы всяческие, значит, они находятся в ротовой полости, в большинстве своем. Это уже доказано. И яйца гельминтов, и все остальное тоже может быть, значит, на коже, где угодно. Погладить собаку. Это контактный способ заражения, называется в эпизотологии. Значит, я не говорю уже там поцеловаться, а они все любят. То есть это и людям нравится. Вообще есть вот закон. Ветеринарное законодательство. Есть документ. То есть за каждой собакой должен быть закреплен конкретный человек. Ежеквартальная дегельминтизация с отмечением этого в паспорте, значит, прививки. Все это должно быть по закону. Если собака выполняет какую-то роль и работает с животным, значит, это вообще... То есть серьезно на это смотрят, не допускают. Если вдруг возникает какое-то заболевание, связанное с антропознозом, это 100% ошибка человека. Это следует тоже учитывать. У нас есть такая схема собака и вот ряд возбудителей гельминтозов. Там нарисован человек внизу, но вообще там нарисованы у нас на ветеранной факультете сельскохозяйственные животные. Человек косвенно может быть промежуточным хозяином. На этом цикл развития замыкается. Но по большому счету собака плотоядная и у нее живет половозрелая стадия. А вот личинки, которые поражают и паренхематозные органы, и нервную систему, и мышечную ткань, они находятся во всеядных, либо в травоядных животных. Цикл природно таким образом устроен. Как правило, заболевание, личиночная форма, отягощает жизнь животного. Оно не может себя проявлять в жизни, в природе активно. И, как правило, они отстают от стадов. Цинурос интересный влияет на поведение. Овец, они совершают манежные движения. Они вообще никуда убежать не могут. То есть понятно, что такое животное становится легкой добычей для хищника, и его цикл развития замыкается. Человек, опять же, может участвовать в этом косвенно. Есть правила общения с животными, есть конкретный закон, как вы поняли, и надо соблюдать. Вот посмотрите, какие тесные отношения вообще могут быть между человеком и собакой. Это вообще волк, лиса. Не смотрите, их люди заводят. Зверь очень сильный, очень резкий. За долю секунды от руки останется только одна кость. Зубы как сабли, половина из них бешеные, очень-очень сильные. Нельзя не сказать про птиц. То есть это вообще голуби у нас в городе распространены. Вообще считаю, что Одесса стоит на их помете держится. Переносчики более 90 заболеваний. Сами не болеют. Температура под 44 градуса. Ну а те болезни, которые могут являться антропозоанозами, орнитоз, туберкулез, сальмонеллез, таксоплазмоз. Вот забавно, что дети, азиаты, вот среди птиц находятся. Значит, по презентациям все. У меня есть видео, которые показывают путешествия паразитов по организму. Они скачаны с интернета, и я бы хотел, чтобы вы на них посмотрели. Это представление о биологии анкилостомоза. Человек тоже болеет. Более 700 миллионов людей в мире вообще заражено анкилостомозом. У них свой вид. Это котящий представитель. Значит, вот как он проникает перкутантным способом. Попадает в кровеносное русло. И вот стоком крови по венам он распространяется, попадает в сердце. Может попадать в легочную систему. Переход из трахеи в пищевод и попадание в пищеварительную систему, в кишечник. Они мелкие, невзрачные на вид. Вот это тонкий отдел кишечника, ворсинчатый аппарат, строение. Вот крепятся. Сразу можете себе представить, как на морском дне. Там между ворсинками совсем другие процессы происходят. Они гематофаги, питаются кровью. Вот смотрите, какая у них, как устроена ротовая полость. Зубы, вполне конкретные, хитиновые зубы, которыми они разрезают слизистую оболочку. Для того, чтобы их кишечник дальше перисталлическими движениями отбросил в толстый отдел. Они крепятся вот так вот ротовой полостью и вот таким образом противостоят перистальтике. Вот цикл развития. Это самки после спаривания откладывают яйца, которые выходят во внешнюю среду. Им необходим для развития атмосферный кислород. То есть, это вообще отдельная стадия развития личиночная. Они очень быстро вылупляются за 5-7 дней и вообще живут во внешней среде, являясь сапрофитами, питаются органикой. Могут долго сохраняться во внешней среде. Даже больше, чем в половозрелой форме. Ну вот тоже интересное заболевание. Человек скорее может случайно заболеть, но вот у животных у нас в Одессе очередь спрострянуло. Более 60% животных заражено дипиледиозом. Заболевание передается через насекомых. Это блоха с личинкой. Уже попала в пищеварительный тракт. Личиночка просыпается. Просыпается, ее активизируют ферменты, ее активизируют кишечный сок. Она цистициркоидом называется. Крепится. И вот смотрите, как образуется сколекс. Вот крючки уже, как якорь, зацепилась за дно. Есть присоски формируются. И вот пошел рост самого паразита. Следует отметить, что есть зона роста из герминативных клеток. Они постоянно делятся. И вот членники эти, каждый, как вагоны поезда, идут по кишечнику. И по мере созревания отрываются. То есть зрелые членники, это те, которые в конце. Там процессы все уже по половой системе прошли. И они уже наполнены яйцами. Там 3000 коконов в одном членнике. А в каждом коконе может быть от 9 до 25 яиц. Огромное количество. Вот они во внешней среде. Это личинка блохи. То есть они живут во внешней среде. Питаются практически любой органикой. Питаются фекалиями взрослых блох. Те пытаются кровью. Те питаются фекалиями взрослых блох. Очень удобно. Ну и вот личинка заразилась. Стала взрослой блохой. Важно понимать. И она уже в себе имеет инвазионное начало. То есть она никого никогда не кусала. Не могла заразиться. Заразилась в стадии личинки. То есть пронесла через куколку. Тоже следует учитывать, что не все выживают при этом блохи. То есть цисицеркоид у них тоже оказывает воздействие. Значит, посмотрим. Это заболевание, которое у собак протекает очень тяжело. То есть в большинстве своем заканчивается плачевно. Переносчики, комары. Человек может болеть. Может болеть подкожной формой. Про это уже было сказано. Значит, посмотрите, как происходит заражение. Во время укуса личинки чувствуют температуру. То есть у них там терморецепторы. Они чувствуют, что село на теплое животное. И они разрывают хоботок, активно сами попадают через укус, через кожу, в подкожную клетчатку. Где какое-то время они развиваются. Привыкают к новому организму. Вырабатывают в себе какие-то определенные качества для того, чтобы выжить. И в дальнейшем совершают миграцию по кровеносному руслу. Что касается человека, вот на данном этапе, следует сказать, что личинки остаются чаще всего в месте укуса. И у людей около 45% поражаются органы зрения, либо конечности. То есть место, где комар мог укусить, вот там и будут они находиться. Ну вот в частности это лечебно-профилактические мероприятия. Сейчас очень удобно. Это нанесение SpotOn называют. Точищина значит препараты. Вот имеют такую мысленистую структуру. Комплексные препараты состоят из ряда синергические работающих веществ. Вот и принцип такой, что они всасываются в кровь, распространяются через печень в виде метаболита по всему организму и начинают выделяться через железы. Значит все, что попадает, выделяется через железы. Значит особенность строения конкретно этих веществ, они выделяются через железы кожи. Значит через железы кожи также выделяются вообще соли тяжелых металлов или вообще трудновыводимые соединения. Следует учитывать, что эти методики не совсем безопасны. Но эффект вообще хороший. То есть есть препараты очень качественные, недешевые. Вот убивают все. Вот если есть проблема, а в Одессе есть проблема, значит то пожалуйста люди, которые с собаками во внешней среде, которые находятся в будках живут. Значит Нерубаевская, Сухой Лиман, вот эти зоны опасные. Комары живут в будках вообще. То есть не надо еще эти факторы учитывать. Посмотреть, есть ли в будке гнезда, могут ли там быть комары. Ну и вот наверное такое распространенное и тяжелое заболевание, таксокороз. Есть очень хорошие фильмы. Значит здесь рассказывается о биологическом цикле и о том, как может страдать от этого заболевания человек. Ну вообще таксокороз это представители от группы класса аскорид. То есть они совершают миграцию по организму через легкие. Если у других представителей они были во внешней среде и там им на атмосферный кислород попадал, то эти во внешнюю среду не выходят. Для того, чтобы им попал атмосферный кислород, они через легкие совершают свой путь развития. И там вот процессы окисления происходят. Вот как заражение происходит. Может заходить в первые дни жизни с молоком матери может попадать. Значит соски могут быть контаминированы яйцами токсокор. Внешняя среда может быть контаминирована. Ну и вот личинка очень быстро через слизистую кишечника тонкого попадает в кровеносное русло. Вот вся кровь с кишечника идет по системе воротной вены в печень. Все интоксикации первый орган всегда берет на себя печень. И вот чаще из них в печени может задерживаться. Ну а так они конечно попадают в кровеносное русло и мигрируют по организму. Либо активным путем, либо пассивным просто стоком крови. Цикл закончился, то есть прошла гепатопульмональная вот эта вся работа. И вот вышли во внешнюю среду яйца. Они находятся очень длительное время в внешней среде. Обратите внимание как собаки убирают за собой, когда сходят по большому, прошу прощения. То есть все летит. Я видел как той стену шпатлевал. То есть это вообще очень серьезно. Во внешней среде огромное количество яйца, а они еще и хорошо сохраняются. Ну вот, значит, если попадет в организм человека, то чаще всего он погибнет. Погибнет, потому как человек не специфический хозяин. Но в отдельных случаях это все зависит и от иммунитета. Есть разные организмы. Есть вот такие вот формы. Мигрирующая личинка. Феномен мигрирующей личинки. Вот кровеносное русло хорошо развито. Есть очень тонкая капиллярная сеть. В принципе, они механически могут застревать в любых тоненьких сосудах. Это нервная ткань и другие органы. То есть трудно сказать. В органах зрения они себя очень интересно проявляют. Скрытый токсокороз. И вот глазная форма. То, что у человека проявляется, вот медицинские гуманитарные специалисты выделили. Может проникать в забарьерный орган. Глаз это забарьерный орган. Не все препараты действуют. И там он погибнет. В конечном счете личинка погибнет. И ее будет организм стараться из себя вывести. Формировать целинно-тканные какие-то комплексы вокруг. И в конечном счете оно там и останется. Как инородное тело повлияет на глаз. И может закончиться все потерей зрения. Вот, анорексия, рвота, усталость, астма. Все это признаки скрытого токсокороза. Глазная форма, потеря зрения, помутнение хрусталика. Необратимое в конечном счете. Это диагностика, которая сейчас существует. Людей ставят метод иммуноферментного анализа. Она очень точная. Но опять же, желательно происследовать, безусловно, вашего любимца. Потому что если у него есть такая возможность, то есть болеть токсокорозом, и он носитель токсокороза, то вам, конечно, нужно, прежде всего, на него внимание обратить. Как говорится о лечении, это комплексно. Вот, посмотрите, статистика. Это носители не болеют. Болеют щенки, а это носители. Клинически у них не проявляется. Вот беременная, родила. У щенков проявится. Вот исторический аспект, я думаю, мы можем это отпустить. Ну, это краткий в курсе гельминтологии. Вообще, работа ведется. Вы видите, сколько неоткрытых видов. Я думаю, мы можем заканчивать на основной теме, если есть какие-то вопросы, или как-то я могу, в принципе, дать какие-либо пояснения. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.